Причую раненые пухи на мой слегка не тот видок короче привет зрители я тут хотела как бы замутить шампунь из мыльных орехов у меня он там вот видишь вон там стоит татвар вчерашний вообще настой но я хотела зафиксировать весь процесс на телефон а уже когда все проверил сделать на камеру на телефон у меня занят потому что он помогает раздачи торрентов скачивать то что меня попросили поэтому как бы зафоткать можно конечно на фотик но он скорее все разряжен другой тем более разряжен на камеру можно зафоткать но на камеру уже лучше записывать я ща попью кофе как бы я же давно вообще не хавала на камеру да я тут думала в стриме похавать на камеру но в стриме это как бы не актуально я периодически в стриме хаваю на камеру почему видок у меня как бы волосы в хвосте я фейс даже еще не протирала никаким лосьончиком ну и как бы блин я даже не уверена но я думаю что метам увидит видно наверно меня там будет как я я тут хавы в халате под халатом ничего нет есть пижамные штаны в носках шерстяных с кофем буси до кода он тут он приперся не знаю видно его или нет я видать слегка отошла от своего сонного состояния у меня тут чай недопитый почему-то есть ложка и это самое как бы я пожираю все что можно сожрать просто ложка в чаю была а тут творожок я надеюсь он уже согрелся и бобыл он в холодильнике я говорю чай пожираю все что можно сожрать у меня был холодец который меня угостили родственники уж не знаю когда я про него забыла у меня есть творожок тут в общем было по моему черничный джем на агаре молоко кузя и творог кузи тоже я до этого схомячила по моему вчера или позавчера две чашки вот таких и вот одна чашка осталась надо было доесть я как бы нашла в сети рецепт ну несколько похожих но так как у меня нет ксановой камень я ее специально покупать не собираюсь из принципа не собираюсь покупать я решила посмотреть что еще может быть загустителем ну внезапно пшеничная мука может быть загустителем ржаная мука может быть загустителем но у меня есть бесходная соевая мука про которую я совершенно забыла у нее уже прошел срок годности я даже думаю срок годности пищевой прошел не только как вот мука это может быть только четыре месяца от этого производителя а от другого 12 месяцев я думаю это опять ход какой-нибудь ну смысл это такой менеджерский ход чтобы побыстрее продать побольше наверное таких роликов у меня еще не было где я хомячу а потом химячу ну и короче говоря я загуглила думаю можно ли соевую муку забодяжить вместо загустителя внезапно можно соевую муку добавляют вместо пшеничной как замену а еще добавляют для загущивания всяких соусов а чем шампунь на мыльных орехах не соус подумала я что-то у меня сегодня кофе получился какой-то дохрена крепкий я туда полторы чайной ложки фигахнула для этого вроде чайную ложку фигахала и это просто потому что вроде как выспалась уснул в 9 проснувшись в пол четвертого внезапно ну то есть как бы я в 9 утра бы уже хотела спать но сейчас это 11 и мне не в одну глазу а кофе я только сейчас пью я уже мылила посуду этими мыльными орехами кстати вот губа вчера было с губки выжимая пену я там в инсту скидывала фоточку не как бы ну не сказать что они сейчас чистые вторые сутки пошли да но они лучше выглядят чем допустим я гринбамой мыла в последнее время гринбама как-то на меня плохо влияла или каким-то другим шампунем ну и намного лучше выглядят чем вот я помыла тогда первый раз тестово что уж не помню как окачивала просто ну когда у меня тупо не промылось а какие-то пряди не на все попала если тебе интересно зритель глянь мою инсту я там запостила постик на эту тему с полочками процесса приготовления тестового шампуня тестовые штуки домытья для кот посуду она вообще шикарно смывает у меня была такая чашечка вот эта в ней был отвар за 6 грамм 6 грамм этих орехов я их найду где-нибудь вообще ой па 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 бананы в общем вот тут вот они сохнут эти орехи которые я тогда использовала мешочек сохнет тут 40 грамм которые вот здесь вот этот настой там-то был тупо отвар так суть такая у меня чашка была немножко грязная у нее был налет от чая и я туда налила вот где-то 3 четверти этого отвара положила в ней губку который шарик такой моет ушку пожалую потом немножко но не получилось неудобно вот этой штукой как-то удобнее мыть но все равно не настолько как вот привычная ну и суть такая что я когда вот ее стала эту воду окачивать этот маленький слабенький растворчик отварчик на голову я когда волосы смыла вот всю эту хрень высушила их очки одела глянула так в чашку смотрю хренасе у меня это самой по себе отошел этот налетик ну как бы я ничего не терла ничего не мыла он просто отошел а так если потереть на губочку ну у меня было еще немножко окачивала короче этот фигню в которой они настаивались там такая полумыльная водичка была я губочку окунаю чашку вот так вот протираю и налет исчезает как бы но у меня даже чайник опнуло практически весь кстати тот эксперимент который мне подружка посоветовала потому что я посоветовала другая подружка где я на телефон кажется снимала сода пищевая в пропорции один к одному и вот эта хрень горчичный порошок кстати такая действенная штука я сегодня остатками поплевалась на плиту где вот что-то такое пригоревшее было там вот ну на саму плиту вот эту часть и у меня вот буквально так вот меньше чем за минуту за несколько секунд оно само отошло так что люди если что делайте так один к одному горчичка и сода я сегодня еще ролик такой с телефона посмотрела ну ночью можно сказать помимо прочего уже кучу всякого информации почитала посмотрела ну индусы же и индианцы те которые живут в Индии короче мыльными орехами все что можно моют и стирают и моют и убирают и сами себя моют и оно как бы отмывает очищает ювелирные украшения и был такой кусочек ролики где вот показано что отмывается там вот этот металлический кран над раковиной я подумала что ну ювелирные украшения не тоже металл какой то что можно попробовать металлическую раковину помыть допустим да бывает такой оранжевенький какой то налет после того как много раз помоешь посуду и еще мне мысля пришла что может им этим отваром стоим можно мыть еще и туалет потому что я тут фигню которую обозревала купленную магните мне еще человек в комментах написал кстати спасибо за наводку что в светофоре привезли такую эту азелит вот эту пену спрей такой вонючий и он стоит 89 рублей вот магните я покупала за 149 а летом я покупала в другом магните вообще за 300 в общем короче ничего плохого сказать не хочу у меня такое ощущение что его где то бодяжили у меня эта крышечка когда я пыталась его использовать ну опозревала тогда как бы ничего не трогала соответственно как бы ничего не было а когда стала его использовать во первых ощущение было будто он бодяженный вонял хотя он так же а вот на очистку надо было намного больше чтобы у меня хоть что то очистилось и плюс там эта фигнюшка закричивающаяся она так ходунов ходила ну и как бы экологичнее во первых если оно действительно ну а если оно отмывает на лед на чашке вот этот чайный который не каждый средство для мытья посуды отмывает и вот мне сначала фаберликовский очень нравился он отмывал а сейчас передать я не знаю может у меня выдох состоявший тут он же очень экономичный кота я глажу и короче говоря подумала что если он на лед вот этот отмывает за раз плюнуть то может он и туалет отмоет во первых это экологично во вторых это наверное бюджетнее я еще какой то ролик смотрела с телефона что там вот полкило этих орехов на одного человека на все 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 на полгода хватит слегка ну типа там мы стирать убирайте стирать я пока не собираюсь потому что у меня как бы есть порошок но я про это говорила по поводу того что не собираюсь стирать в ролике про эти орехи мама да последний ролик на канале перед тем как я слегка ласты начала склеивать мы тут сюда залезли тише ты вообще что ли охренела а свали отсюда нафиг тут еда потом твои волосы будут в этой еде и вообще иди на балкон может там конечно холодно на балконе утром было минус 15 градусов потому что он застекленный это для тех кто любит котика хотя котик сейчас тут сидит на руках можно сказать его даже не видно вот тут видно короче во первых это экономичнее во вторых это экологичнее в третьих это чисто вот для меня этот излит он так воняет у меня начинает даже вот за минуту там вот этого всего после того как его смоешь в туалетах еще часа два воняет в ванной особенно если ванну мыть так это вообще трындец там можно конечно не задохнешься но жуть во-первых начинаешь чихать во-вторых начинает болеть голова этот запах там глаза еще трындец а это так ну пахнет сладенько ненавязчиво не сказать что сухофруктами но вот этот сорт для якобы только тушки и тела в смысле тушки и головы он пахнет сладенько а второй мне кажется он в сухом виде пахнет сухофруктами короче короче если оно действительно отмыло туалет то это будет находка вообще я давно хочу делать что-то свою косметику имени себя для себя ну будет прикольно если еще за кого-то но некоторые мне такие пишут вот на днях тут писала одна мадам мне еще так прикалывают бывают такие люди которые вот я в этот раз сама пощуяла что человек не собирался мыло вообще заказывать но убирать такие которые тебе на мозге капают 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 когда дело заходит так они в хусты я тогда стала делать предоплату это я про мылоручную работу говорю вообще косметику имени меня ссылочка в инфобоксе на группу вконтакте есть под каждым роликом и еще на канале короче разделе о канале которые тебе пишут 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 и ты уже все готов ну прям все сделаешь даже помню были такие моменты что я как бы делала уже все готовое мыло там было бальзом для губ был вода ногтей был и человек сливался да еще с какой-нибудь истерикой что это я тут навязываюсь ага сейчас были моменты что человек еще не дошло до дела но уже как бы все сообразили заговорились и тоже сливался а тут как бы я поняла еще ну не настолько вежливо мне писали если кто-то узнал себя пожалуйста не пишите мне свои истерики в личные сообщения еще бывают такие люди которые на меня где-то подписаны с одного ну имя фамилия одно да и физиономия тоже ну как бы аватарка у кого-то потому что аватарка у кого-то там свое лицо короче и это же на одном экране ну в инстаграм допустим подписаны там еще где-то подписаны еще где-то подписаны и пишут мне так будто бы думают будто думают будто я не знаю что это человек на меня там уже несколько лет подписан да ну я как бы может не каждому подписчику оставившему камень кто меня на канал доглядываю или там инстаграм или еще где-то но я как бы представляю что это мне когда просто личные сообщения кто-то пишет и на страницу заглядываю мне интересно что за человек мне пишет и тут такая девушка мне писала во-первых в не очень вежливой форме а во-вторых так вот будто она думала что я не в курсе кто она ну и после того как я ей написала что я в курсе кто она она как-то так слилась почву что-ли прощупала не ну я вообще как бы общительный человек если посмотреть я так в общем я тут все покушал у меня такая трагедия века у меня закончились бумажные салфетки я думала что у меня упаковка есть но упаковки нет приходится платочком вытираться сегодня поеду в Вайтбрис на обратке зайду в пятерку за бумажными салфетками вот и вот кора я такая болтливая наверное потому что я вот с начала года ничего такого ну как бы еще хотела тогда стрим сделать но у меня так за час до в душе я понимаю что я сейчас ласт искрию физически вообще нахрен и еще так подумала ну вот год назад два года назад я бы еще в таком состоянии была стрим мне бы было пофиг на себя но главное вот народ повеселить да вот что-то я должна такому народу но есть нормальные зрители адекватные есть всякое но и вот я потом понимаю что в принципе никому ничего не должна что более в нормальной физической форме там будет интереснее ролик стрим чем в состоянии все плывет перед глазами а в итоге я вообще пролегла походу дело у меня было не то чтобы очень сильное если было сильное то наверное еще неделю не включала тут два дня не включала сегодня включила на камеры даже ответила на которые с телефона неудобно отвечать ну или там на которые как бы надо ответить спасибо тем кто волновался за моё здоровье Лена не помню фамилию ну ник Елена и там три точки сейчас или три звездочки как-то так очень приятно короче как бы прилегла и вот переутомление случилось что-то у меня еще как-то температура моя чуть выше нормы становится по непонятной причине ну да это нормально 6,4 для меня это не очень так это надо в раковину и вот я снова как бы тут короче короче у меня тут есть настой в одной четвертой наверное чашке в мандариновых шкурах отвар чуть меньше пол литра в мандариновых шкурах советуется сразу настаивать водой ну в смысле если настаивать то это обычно водой отваривать короче эти шкурки орехи или вместе с травами или просто отварить тут очки все-таки грязные ну а я решила совместить ежа и уже в смысле соединить вместе тут у меня 600 миллилитров и муку надо разводить отдельно а потом вместе совмещать перемешивать доводить до кипения и уже дать остыть после того как оно остынет вводить допустим эфирные масла там апельсина я не помню есть у меня мандариновое эфирное масло но у меня апельсиновое масло оно просто как бы стоит есть не бросит я его периодически водные растворы ну воду которую грею на голову добавляю несмотря на то что мука побывала на балконе где по идее замерла я думала задубец совсем оно нормально такая рассыпчато нам где-то надо 200 300 ух ой я думаю сейчас я да коту я немножко что-то из еды я покрыла крышечкой что-то убрала чтобы он своими лапами не укокошил сладенько пахнет несъедобное тишина не съедобное не съедобное это не едят советуется разводить исключительно вот в самом мыльном отваре поэтому мы соединили ежай уже тишину это сиди уже пока тебе не сказали свалил отсюда не говорят свалил отсюда так и сиди ровно так ну где-то есть деревянная палочка вчера я шастала короче по городу шла мимо магазина в смысле кафе где как бы когда-то год назад что ли не помню по какой причине я там затаялась и купила что-то типа Vogue и этот самый набор роллов но они мне что-то забыли туда положить что-то конкретно такое вот без чего эти роллы ну совсем не роллы у них значит написано такая вырезка стоит на улице типа пицца тут думаю нафиг у вас пиццу заказывать подумала я мимо едя думаю вдруг вы туда что-нибудь основное забудете положить я сейчас мешаю короче ну чтобы оно совсем сошлось и оно как бы сошлось небольшая такая мыльная пенка ну вот пенка когда вы помешаете жидкость она просто как бы пенка а тут именно что вот видно такая пузырчатая может конечно это надо снимать ну короче если вам вдруг интересно будет после вот этого ролика если вы его до конца осилите с началом того где я разговариваю кофе и потом что потом если вам интересно будет просто дайте знать камеру я потом буду снимать что именно камера объективом направлена на все вот это вот и там допустим видно как мои руки так у нас тут одна столовая ложка без горки я ее убрала соевой муки марки с пудов кот высматривает птичек походу вторая столовая ложка ну как бы я ее добавляла в тесто эту муку печенье какое-то мы с подружкой делали после того как она вдруг снова решила со мной общаться спустя пару лет ну ну будем считать что мы друг от друга отдыхали правда из тех людей специфических вот у меня сейчас в последнее время такие окружаются с теми с кем давно знаком и вроде как человек тебя давно не видел и ты человека давно не видел и по определенным меркам ну как бы в других городах уже получается что в туде я в одном она допустим в другом и вот человек приезжает год мы не виделись и стабильный раз в год встречались а тут человек ищет повод чтобы мы не встречались у меня так как-то это а когда ну ладно получилось так что не встретились летом я предлагаю погулять хоть сейчас холодно но когда вот не будет холода допустим да а человек ищет причину чтобы не встречаться и выдает это все так будто вот это я навязываюсь очень неприятно кстати тебя мне вчера сказали забить короче слушайте люди я сейчас наверное поднему поднесу это как-нибудь к камере я добавила этому кузову и столовой ложке сейчас палочка мешает вот такая конкретно пенка идет сейчас как-нибудь это может я ее сейчас спадну тут так финики потеснитесь вот 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 так оно тут выглядит ну как бы когда размешиваешь может просто этого и мне кажется что то все таки вот именно мыльная уже такая пенка идет правда надо в общем полностью все размешать на палочке снять и замешать в общем сейчас я еще добавлю а вообще мне кажется что может даже побольше надо этой муки добавить может весь этот кусочек возвращаем камеру в обратное положение это не совсем мастер-класс и даже не совсем процесс ну мастер-класс когда уже знаешь и поэтому показываешь как это делается да у меня там был мастер-класс на мыловарке я еще когда читала там вот мне так прикалывает эти есть люди которые считают себя мыловарами которые делают мыло ручной работы вот из той химической составляющей про которую я говорила в обзоре мыльных орехов или еще те которые ну ладно допустим мыло из основы как я делаю да добавляют в это мыло из основы химический краситель химический ароматизатор ну в смысле вот отдушку вместо допустим эфирного масла мне кажется как бы ну эфирное масло можно купить в любой аптеке практически если на зону религия там запрещается или еще где-то в некоторых магазинах можно найти отдушку еще надо постараться найти вот отдушку на зону можно купить а так вот куда-то прийти в магазин какой-нибудь да или в аптеку искать мне надо отдушку хрен что что-то тебе продадут так давай уже падай туда то есть ты хочешь чтоб я намочила ложку да надо было хоть ее взвесить что ли перед этим я как-то тут ее взвешивала но забыла сколько тут грамм ну вообще тут изначально небольшой пакетик был 400 грамм изначально было 3 столовые ложки муки просто на потом будут глянуть сколько в этих 3 столовых сколько в столовые ложки муки ну как бы если бы я эти 600 миллилитров не разбавлял бы сейчас водой то в принципе может 3 столовых ложек и хватило для загустения какой интересный цвет жаль не силовная ну короче вот място эфирного масла отдушку вместо натурального красителя какого-нибудь там ну растениями можно крошком растений покрасить да пищевой краситель у меня есть пара пищевых красителей остались от какого-то мыльного набора я тут гладит закрываю наверное что-то он слегка побаливает ну я до этого несколько дней нормально не спала у меня все равно до сих пор еще белки немножко красноватые розоватые или как-то так красноглазики да но уже намного лучше по физическому ощущению чем до этого короче то что как бы вот реально натурально там какая-нибудь очень супер крутая мыльная основа где вот хороший супер состав там масла какие-то изначально добавлены да и на кой хрен туда дужки и вот эти пищевые красители ссывать если можно действительно травами эфирными маслами воспользоваться но действительно натуральные в чем смысл косметики домашнего изготовления потому что она как бы натуральная но с химией то можно и в магазине купить и она под эгидой будет мыло ручной работы где вот видно что она явно не ручной я еще как бы есть подруга давно подарила она как бы дарила что такое что у нее и у меня одинаковая так вот у меня есть ее вот этот капучинатор ну ей подарим капучинатор я вот видела что именно такими маленькими миксерами взбивают вот эти все штуки что она как бы одно для одного другое значит для пищи у меня есть одна терка для мыла тереть его да и одна терка для еды ну такая же вот похожая терка там еще терка для сыра есть а этот я подумала что он же не дорогой ну как бы что там рублей 200-300-400 стоит этот капучинатор думаю купить чисто вот чтобы вот это взбивать даже такие все свои химические опыты я думаю прямо так и засыплю правда мы не узнаем сколько тут было столовых ловов в итоге вот я сейчас насыпала столько сколько примерно в столовую ложку входит вот соседи шизеют ну в смысле это разговаривают громко хотя сейчас уже утро можно сказать день не ночь когда бывает иногда ночь у меня тут ну правда там only friend а я мало кого друзья добавляю и вообще как бы оставляют в подписчиках в фейсбуке у меня там есть он там напоминание ну или как там это типа два года назад у вас было такое-то год назад у вас было такое-то год назад у вас было такое-то год назад было такое-то по поводу прыжков с будном этажами выше и и моей реакции и вообще я делаю как бы это что типа вот напоминание если вы им не поделитесь никто об этом не узнает они делают напоминание репостон и комментарии что типа ничего за это не изменилось суть такая что иногда соседи в три ночи начинают буйно себя вести но ничего иногда я им щу в четыре утра громко ржа когда смотрю у него ну бывает такое шут как бы бессонница и помимо прочего можно и у него посмотреть и поржать мне кажется что в принципе уже хватит наверное этого такое густенькое сейчас мы соединим уже ну вот метр колючей проволоки а может и больше от тебя оставим на следующий раз я хочу еще потом попробовать так же вот только смешать муку с шикакай хорошком и вот смешать уже сделать можно даже сразу отварить этих орешков в мешочки в кастрюльке вместе с какими травами и соединить так так сейчас мы это окатим а потом отсюда варим в одном месте читала что только горячий чем горячее мыльный раствор ну в смысле этот настой тем более оно мыльное в другом читала что ну просто комнатной температуры тоже как бы нормальный я вот сейчас его переливаю он уже такую мыльную пенку дает им надо было потряснее я что-то тут как-то просто вылила даже вот сейчас заливала эту штуку отвар этих шкурок и в чашу от миксера оно как раз уже такая мыльненькая пенка такая осталась сейчас мы аккуратненько как-то это перри фигачим у меня правда такая проблема у меня совершенно как-то нету этих бутылочек у меня там бутылка какая-то стеклянная есть из темного стекла может ее потом другие уже эксперименты будут переливать а так тут только вот из-под это чего вообще из-под сиропа тут омника пластиковая бутылочка из-под лёлькиного мыла для кухни от фаберлик пластиковая бутылочка еще на сушилке ста миллилитровая бутылочка из-под фрешевского гелика лежит прям подает вот ну короче эфирное масло или мед они как бы натуральные консерванты в этом плане выступают можно там из клюквы какую-нибудь выжимку сделать потому что в ней есть натуральные растительные парабены клюкви вот в таких лесных ягодах брусники ну и ягоды которые сами себя сохраняют клюква же может долго стоять и ей ничего не будет можно конечно мед положить но у меня сейчас этот мед он как бы в состоянии более густом я его потом может как-нибудь положу поэтому я делаю с эфирными маслами до десяти капель кажется на литр мыльного отвара можно положить эфирного масла ну в принципе как на сто грамм мыльной основы до десяти капель эфирного масла ну и совет там был на том рецепте который я нашла причем я похоже видела на разных сайтах с разными отпечатками ну в смысле кто у кого коммунизил а может и так один человек везде пропустил вручную короче говоря если вдруг комочки какие то есть и делали именно с мукой то через сито потом протираете ложечкой эту жидкость комочки и сгустки и с мукой как то быстрее я так поняла чем с этой ксановой каменью там от 15 до 60 минут надо ждать когда это счастье растворится за гусей это вообще все все с ним будет хорошо хорошо сейчас докатить то что на стенках осталось ну а здесь же если с мукой недостаточно жидко если недостаточно густо то повторить экзекуцию добавить муки в отдельную мисочку с жидкостью развести размешать соединить и довести до кипения у меня что с глазиком то я стала короче это секрет ботаник у меня там алое гель стала фейс протирать и видимо чуть чуть попала в сам глазик или на глазике хрен знает у меня как бы раньше не было ничего такого но и мне этот сам секрет ботаника этот гель это русская фирма немножко он странный сам по себе этот гель ну непривычный какой то что то с ним не то хотя у них у всех в составе помимо алое еще куча всякой хрени более менее чистые алое это только у савандри там 95% алое и 5% какого то консерванта но тут добавлены всякие такие травы растения которые тоже сочетаются ну допустим огурцом тоже можно лицо протереть вот как от этого от алое у меня там на флешке минут 40 было на запись надо что то удалить потому что я что то уже монтировала надеюсь что впишусь в эти 40 минут в крайнем случае я буду временно отрубаться глядеть сколько там осталось думаю что хватит тут уже ибо я так и не смонтировала руки еще не дошли они дойдут обязательно два ролика про разные блендеры и еще и еще этот что то у меня был с книжками большой такой там на час наверное где то сейчас я поднесу это к камере опять просто покажу как оно выглядит думаю можно будет другую ложку взять уже ну дыши киша усидел бы тогда что тебе я же тебя не сгоняю уже На камере остается 21 минута В общем, вот так оно сейчас выглядит Я думаю, что сейчас не буду писать, пока оно будет на плите стоять Просто покажу уже Просто тупо поставить на плиту И на среднем огне довести до кипения Снять огня и взять подостыть Когда оно уже остывшее будет Я запишу, как я Фигачу туда эфирное масло И разливаю через вороночку Думаю, на разгоняшить все оставшуюся муху Ибо как-то вроде как жидковато Пока оно тут грелось И он большую часть посуды, по-моему, у меня отмокает Моя медленноварная кастрюлька В общем, я турнула туда всю муку Шумит у меня сейчас чайник И погрею И вот она у меня закипела Я ее вмешала И сейчас она у меня будет охлаждаться Ну, более-менее, чтобы стать более-менее теплой Я какну ее О, где-то у меня оно Я какну у нее Штук пять капель Эфирного масла апельсина И после уже буду это переливать Так, где у меня еще-то А, вот я же ее сама доставала Вот Вряд ли мне этого всего хватит Наверное, еще будут куда-то залить Ну, в общем, тут у нас соевая мука Сейчас я гляну И вот заодно Где-то у нас мука Одна столовая ложка Ну Пятнадцать, 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 пятнадцать Правда, что ли, пятнадцать Реально Пятнадцать грамм Столовая ложка муки Ну Может быть, там было грамм сто Я как-то взвешивала и даже фоткала А потом на телефоне гляну, сколько там было Ну вот, что-то Может, оно когда остынет Будет более густое Я как-то муку В растворах не растворяла В кипячении Чтобы понять, как оно есть Ну Вот такие Когда закапаю масло Или вот Ну, или буду капать масло На стативе уже включу Что тут реально остается Что-то совсем мало времени Оно тут у меня в процессе сдавания Но так как у меня есть любопытный код Сующий нос, видите, куда не надо Я его прикрою Я сейчас поеду в Альберис Короче, когда я вернусь И буду сюда закапывать вот эти штучки То снова включу камеру Поэтому пока не прощаюсь Ну что, зрители, я снова тут У нас тут до хрена времени вообще прошло У меня сейчас Если что, шумит там Стиралка достирывает Вот оно у меня уже, думаю, остыло зафиг Я успела съездить до Альбериса И даже пешком обратно вернуться И оно вроде как загустело К моменту остывания Ну, примерно я предполагала, что скорее всего Оно более густое будет, когда уже подостынет Я тут с руками Потому что у меня волосы сейчас без хвоста И они уже, ну, не такие свежие, как хотелось бы Просто шапки-то, как побывали У нас снегом там все до фига занесло Судя по разговорам, которые я слышала Пока стояла на остановке в одну сторону Там у нас с утра была какая-то чуть ли не метель Сейчас я сюда закапываю несколько капелек И, может быть, разолью-то уже без камеры На камеру просто уже покажу, как оно Сколько всего вышло Потому что что-то хрен знает Как оно тут за первый раз получится Так, Масила Ну, капай уже Третья капля не хочет капать Тут что? Вроде еще есть, но что-то как-то Идет через одно место Четвертая капля Капни Ну, будем считать, что тут пять капель капну После я помою шевелерку И, может быть, даже это Засниму уже результат Когда она высохнет А может засниму результат уже просто отдельным роликом Бонусом Чтоб не ждать 300 лет Потому что я сегодня проснулась в районе 4 И сейчас у нас уже где-то Делаем сейчас это хоть Без 10-ти пять Вечера мне что-то спать тянет А еще кучу дел надо сделать Ну да, в принципе Более такое густенькое А сейчас смотри, зритель, какая прелесть Да, кстати, забыл сказать Если вдруг тебе зритель темно То мне пока еще не сделали третью лампочку Но обещали выходные сделать Короче, тут у нас Я так чую по запаху Чисто поняла, что это апельсиновые шкурки Тут роза Мяда немножко есть И я вот решила Сегодня с балкона забирала Точнее, ставила чайник Свой ставили электрический на балкон Который еще в Дикси покупала за полторы тысячи По каким-то наклеечкам спинка подружки Когда еще в Педе училась На каком-то, может, на втором курсе Короче, я открывала тумбочку И на меня вот упала эта коробочка Хотя вроде она ровно стояла В общем, видимо, она Вообще, видимо, туда лазал кот Потому что он умеет эту тумбочку открывать Видимо, она очень хотела Чтоб я ее сейчас Турнула вот сюда Надо только для начала глянуть Что тут еще вообще есть Поставила, это на газ Сделала себе отвар на волосы А потом С помощью него и вот этого вот Помылась я голову Да, я еще не перекладывала ничего Уже на руке снимаю В общем, вот что у меня вышло Та бутылочка, я ее забраковала Открыла она какая-то Ну, в общем, видать, она плохо промылась От того сиропчика, что в ней был Тут у меня еще прилично осталось У меня где-то есть какая-то бутылка Из темного стекла Я ее чуть попозже найду И в нее перелью И легенда гласит Что без консервантов Она может жить в холодильнике До трех недель С консервантами Она, соответственно, может жить в холодильнике Чуть подольше У нас, ну, или в прохладном месте Не то, чтобы там есть какой-то супер консервант Но эфирное масло Я вроде в начале ролика говорила Так же, как и мед, считается Является легким консервантом То бишь, в принципе Ну, конечно, будут стоять в холодильнике На самой нижней полке у меня Потому что у меня в холодильнике довольно холодно Ну, не так холодно, конечно, как сейчас на балконе Минус 15 градусов Так что у меня даже рыбный суп в кастрюльке Подобного типа замерз Вообще Когда грела, поняла, что Что-то думаю такое А он там весь ледяной склошняком Короче, посмотрю Насколько его хватит Сколько он Ну, во-первых, насколько хватит Во-вторых, сколько простоит Ну и там может быть отдельным роликом Или, допустим, бонусом Какого-нибудь обзора Потому что я планирую еще сегодня Не сегодня так Хотя бы сегодня, не сегодня, а завтра Записать обзор Постараюсь все-таки Сегодня один хотя бы обзор Вещей кое-каких И, соответственно, в начале ролика скажу Что вот, типа, эти волосы Я помыла вот этой вот хренотенью И вот так оно выглядит Ну и, соответственно, как оно там мылилось И да Оно, конечно, супер пену давать не будет Это не как, допустим, на мыльной основе шампунь Или еще на какой-нибудь химии Ну, в смысле, какой-нибудь супер химический шампунь Ну, я когда мыла волосы второй раз Вот с помощью вот этой мочалки Где-то она у меня Сохнет все еще Вот, приближу Межочек этот Выжимала его На волосы И как бы Пена как таковая была Но вот не такая суперсильная Там ощущаешь Но на руках у меня вот Оставалась такая приличненькая пенка Сродни побольше Как вот масло было у ифраши для душа Или, допустим, вот Гель для душа Эйвенш Сейчас у меня ванной с ТТМ пользуюсь Он как раз на январь был заявлен в уходе Который Лёля мне подарила Подписчица, которая И вот Эйвен Кээ С авокадо, кажется Вот там такой же вот Как бы Не то чтобы суперсильная пена Но мылки такой хороший Хорошо моют И вот тут так же В принципе, внезапно хорошо промывают Я читала отзывы Что там по ощущениям Будет непонятно Но на самом деле Что оно действительно промывает Так что вот Если еще какие-то у меня нюансы будут То я тоже их потом озвучу Ну на этом все В общем, вот он Как бы Ну не супер, конечно, густой Я в следующий раз попробую Пшеничную муку или ржаную Как загуститель Хотя я еще вообще считала Что можно агар-агаром загущать И можно еще загущать Крахмалом Ну это вот из Натуральных, скажем так, загустителей Не иксановая камень, допустим А именно то, что под рукой Все, я думала еще добавить сюда Или смешать Или просто добавить У меня есть картофельный крахмал Из которого я все никак не сваяю На камеру слайм И еще есть тапиоковый крахмал На котором я делаю кисельки Вот он Ну вот этот потрясешь Вот пена какая-то есть Тут почти под забивку Совсем чуть-чуть Спасибо зрителям, если ты осилил до конца Ну и пока Не забудь поставить палец кверху